Банковская карта теперь может пригодиться не только в супермаркете или в кафе, но и в трамвае. В некоторых вагонах в тестовом режиме заработали желтые валидаторы для оплаты проезда бесконтактной картой. Терминалы для оплаты карты установлены в трех вагонах 21-го трамвая. Мы попробуем оплатить проезд с помощью бесконтактной карты MasterCard или с помощью Apple Pay. 21-й трамвай с терминалом нам попался не сразу. Несколько раз пришлось испытать удачу. С третьей попытки мы все же обнаружили тот самый желтый валидатор для безналичного расчета. После оплаты аппарат печатает нам чек, который является проездным билетом. При выходе его необходимо предъявить кондуктору или водителю. А вот среди пассажиров терминал особым спросом не пользуется. Консервативные пенсионеры инициативу критикуют. Я думаю, что он не очень удобен. Живой человек всегда удобнее. Каждый раз его носить где-то поблизости, потеряешь эту карту в конце концов. Это неудобно свою карточку носить. Это постоянно надо носить с собой карту. Десять раз трамваем туда-назад, туда-назад это и потерять нужно. А вот молодежь и пассажиры среднего возраста говорят, что безналичный расчет это удобно. В 21 веке почти у каждого имеется хотя бы одна банковская карта. Да и часто бывает, что в кошельке или кармане лежит одна крупная купюра. Неловкий момент для любого пассажира. Бесконтактные карты сейчас все ими пользуются. Для какой это удобно? Не для молодежи? Для молодежи, конечно. Пенсионерам неудобно. Это будет удобнее, чем большая сумма и нужно будет менять. В Горэлектротрансе говорят, что безналичный расчет помогает устранить человеческий фактор. Все средства до копеечки доходят до предприятия. Остается неясным лишь одно, какова выгода банка, который подарил коммунальному предприятию желтые валидаторы. Ведь за операцию комиссию он не взымает. Эти валидаторы нам банк предоставил бесплатно. И ставка эта тарифная нулевая. Поэтому никакой финансовой нагрузки город и КП Одесса, Горэлектротранс по установке этих валидаторов не несет. В Одессе уже не первый год ведутся дебаты вокруг внедрения автоматизированной оплаты проезда в городском транспорте. Но в абсолютном большинстве автобусов, троллейбусов и трамваев мы по старинке платим наличными.